В Ненецком округе подвели итоги праймерис. Напомню, предварительное голосование организованной партией «Единая Россия» прошло по всей России в воскресенье. Граждане страны определили наиболее предпочтительных для них кандидатов на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков, из них 12 – в Ненецком округе. 2317 человек. Столько жителей региона пришло на избирательные участки в день предварительного голосования. Из них проголосовало 2303. 14 бюллетеней счетная комиссия признала недействительными. Голоса распределили следующим образом. Бурдикова Екатерина Викторовна – 183 голоса. Коткин Сергей Николаевич – 1021 голос. Курленко Анатолий Григорьевич – 396 голосов. «Медведеву» Галина Враниславовна поддержала 512 человек. «Сверидова» Максима Валентиновича – 149 человек. За «Семко» Евгения Владимировича проголосовало 129. И Матвею Михайловичу Чупрову отдали свои голоса 771 человек. Наибольшее доверие и, соответственно, максимальное количество голосов жителей региона отдали секретарю Ненецкого регионального отделения партии, депутату окружного парламента Сергею Коткину. Теперь, согласно партийной процедуре, результаты предварительного народного голосования отправят в Федеральный центр «Единой России». А на партийном съезде, который состоится 24-25 мая в Москве, станет известно, как Сергей Коткин пойдет на думские выборы – по одномандатному округу или по партийным спискам. Однозначно я бы хотел победить в конкурентной борьбе, то есть пойти по одномандатным избирательным округам одномандатникам. Я всегда по жизни этого придерживался, и вот из трех созывов, которые работают в окружном собрании депутатов, дважды я шел именно по одномандатному избирательному округу по нашей западной части. Почему? Потому что, на мой взгляд, это принципиально. Жители сами должны определять, кто будет их представлять интересы на самом различном уровне. То ли это органы местного самоуправления, то ли это органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, или даже высшим законодательным органом нашего государства российского. Но мы не можем сейчас сказать, какое решение у нас примет съезд. Мы партия власти. Какое решение примет, такому решению, безусловно, я подчинюсь. Так или иначе, но в федеральные партийные списки кандидат от Нинецкого округа попадет в любом случае. По словам заместителя секретаря регионального отделения партии Александра Шубина, на съезде партии будут сформированы региональные группы, в которые войдет один человек из состава участников предварительного голосования в Нинецком округе.